Радио России Южный Урал в студии Андрея Мухаммадеева. Было такое выражение в русском языке «знать на ять». Означало оно «знать до мелочей» правила употребления этой буквы. В смысловом плане мы бы сейчас сказали, наверное, «знать на пять», точнее было бы. Но вот в историческом контексте это напоминает нам, что школерам до революционной эпохи приходилось много чего зазубривать, чтобы от зубов отскакивало, опять же, грызть гранит науки. Все эти выражения нам подсказывают, что процесс изучения был не самым легким и приятным. Сейчас, конечно, тоже освоение русского языка и литературы не дается без усилий, но все-таки за минувшие годы преподавание значительно изменилось и модернизировалось. Сегодня поговорим, как повысить интерес к русскому языку у школьников, какие новые методики преподавания появились в школах. С Денисом Пелеховым и Аленой Отезиной, сотрудниками кафедры русского языка и литературы ЮРГУ. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как начинается у ребенка познание русского языка? Сначала нарабатываются какие-то речевые навыки, затем к семи годам попадают в школу, начинают постепенно письменный осваивать язык, основы какие-то прививают. А вот не возникает ли у школьников такого своего рода диссонанса? Говорит-то он уже хорошо умеет, а вот пишут пока не очень. Вообще, зачем нужно писать, когда можно так легко и хорошо говорить? Вот нет ли тут такого несостыковки, противоречия, форма содержания, может быть? Если можно, я начну. Ну, противоречия нет. Начать нужно с того, что письменность – это наше самое главное достижение. Достижение человечества – письменность. Вот это то, чем мы отличаемся от всех остальных животных. Письменный язык, безусловно, письменная речь – это то, чему нужно учиться специально. Если устную речь ребенок осваивает в процессе своего развития, вот он живет рядом с мамой, слышит, как мама называет его по имени, и начинает это имя повторять. Понимает, что если он покричит «мама» или «да», и подойдет мама, ему что-то дадут. И он постепенно, без всяких специальных упражнений, хотя, безусловно, родители всячески мотивируют ребенка для того, чтобы он поскорее начал говорить, перестал «м-м-м» мычать и указывать пальцем на что-то. Родители в этом тоже заинтересованы. Хочется понимать своего ребенка. Но специальных упражнений, специально организованных каких-то институтов общественных не нужно. И ребенок сам заинтересован в том, чтобы как можно быстрее начать говорить, потому что это тоже изменяет его ситуацию в обществе, в семье. Он уже может говорить о своих хотелках, он может заявлять о своих правах, он может утверждать что-то, выражать свои эмоции точнее и желания. То есть, получается, сам заинтересован. Да, конечно. Как ваши коллеги с иностранных языков, они бы сказали, что это такой метод погружения. Конечно, безусловно. А для письменного языка другая совсем история. И ребенок, особенно сейчас, в современном мире, потому что весь мир вокруг нас – это текст. Вот вы выйдете на улицу, вокруг вас текст. Вы откроете компьютер, вокруг вас текст. Вы откроете любимый YouTube или социальные сети – это тоже текст. Текст. Афиши, объявления, заголовки – все кругом текст. Ребенок едет с родителями на какое-нибудь развивающее занятие по спортивной гимнастике или бассейн. Он маленький, еще ничего не умеет, но он видит дорожные знаки, обозначения какие-то. Это все текст. Естественно, это все привлекает его. И он понимает, что взрослые люди или взрослые дети намного успешнее, потому что они умеют видеть, понимать, читать то, что не понимает маленький ребенок. И у него возникает вот это желание естественное освоить эту письменную речь. И вот это мое такое глубокое убеждение к настоящему моменту, что даже если мы не будем специально озадачиваться, давай сядем, выучим буквы, давай будем читать каждый вечер, то есть вот какими-то такими вещами, которые будут превращать игровой процесс ребенка вот в обязательный процесс, что мы учимся читать. Даже если этого не будет, мне кажется, ребенок все равно к семи годам в нынешней среде, которая вся есть текст, освоит так или иначе. Он будет спрашивать у мамы, у папы про отдельную букву, у знакомых, у друзей, в школе, в садике, у воспитателя. То есть так или иначе, если он хочет быть успешным, он будет стремиться освоить этот письменный текст. Ну и еще до того, как мы идем в школу, сейчас замечательные совершенно программы подготовки в детском саду. И даже если у родителей нет установки научить ребенка читать, в основном все дети приходят в начальную школу читающими. А что вообще дает текст? Это вот мы можем сравнить, ну я не знаю, либо заучивать, разучивать пьесу там на, я не знаю, гитаре или скрипке, либо играть ее по листу. То есть таким образом с листа, но с листа это имеется в виду сходу прочитывать. А я имею в виду, что лист может быть нотный стан, как подсказка некая. Вы можете всегда, ну ладно, хорошо, попробуйте заучить Евгения Онегина. А другое дело взять его и прочитать. И произнести. То есть в этом смысле знание текста, знание слов дает нам еще и функцию дополнительной памяти. Объемов увеличения. Да, да, безусловно. Мы как бы к общим ресурсам прикасаемся языка. Безусловно, да, потому что ключевая функция, ну одна из ключевых функций письменного текста, это сохранение опыта поколений предшествующих и возможность передать этот опыт младшим. Может быть тот опыт, который они никогда в жизни не проживут. То есть возможность примерить себя вот в этой ситуации, в той, в которой ты никогда не окажешься. Например, в 19 веке мы с вами никогда не окажемся. И говорить так, как говорили в 19 веке, и мы никогда не сможем, но мы можем примерить на себя эту ситуацию, читая тексты из 19 века. Но в любом случае, как только ребенок, ну вот за такое слово употреблю, научается читать, он переходит в качественно другой образ жизни. Он становится потребителем вот этого всего текста, который нас окружает. И у него в геометрической прогрессии, не знаю, есть ли еще что-то большее, чем геометрическая прогрессия, возрастает возможность приспосабливаться к окружающему миру, осваивать вот этот опыт, быть успешным в общении, в коммуникации. Поэтому, конечно, он в этом тоже заинтересован. Тут другое дело, что родители могут поддерживать, могут не поддерживать. Но чем активнее родители будут этот процесс поддерживать, желание это поддерживать, тем, конечно, успешнее пройдет этот процесс, и ребенок пойдет в школу и будет там успешен тоже. Потому что процесс обучения в школе – это тоже текст. Тут самая главная история вот какая. Это наша гордость Денисом Александровичем и всех словесников. Наш предмет – это самый главный предмет в школе. Вот я понимаю, что философия – мать всех наук, математика царится всех наук. География всегда ругает, что вот мы самые главные, а географы говорят, что химия испортила нам географию. То есть вечный спор между науками. Но они не могли бы спорить, если бы не было русского языка. Именно поэтому наш предмет, я глубоко в этом убеждена, я говорю об этом всегда нашим студентам, вы учите самому главному предмету. Благодаря русскому языку мы можем осваивать все остальные предметы в школе. И от того, насколько успешно вы будете в русском языке, будет успешно или неуспешно, интенсивно или медленно продвигаться ваше обучение по другим предметам. Нам нужно читать книжку по математике, по окружающему миру, по географии, среднее звено берем, там, геометрия, математика. Это все читать. Физика, химия, литература читать. И если мы не умеем читать, понимать смысл, работать с текстом, структурировать текст, выделять главное, то мы не будем успешны. Если мы говорим с вами про то, как дети входят в русский язык, наверное, нужно понять, как все-таки происходит адаптация речи к письму. То есть вот здесь какие сложности могут возникать? Насколько детям вот эти шаги делать сложновато происходят? Насколько сегодня сложно понимать детям русский язык, когда они очень серьезный опыт получают именно с точки зрения речевого общения? Не слишком ли это бывает трудновато? Что можно сказать? Что дети, как вы начали разговор о том, что дети приходят в школу уже зная русский язык. То есть мы их не учим русскому языку так, как учим иностранному языку. То есть у нас даже само наполнение понятия русский язык и английский язык разное. То есть мы учим, скажем так, на английском языке или на иностранном языке учим грамматики, учим именно словам, лексики, словарные диктанты пишем и так далее. А на русском языке словарные диктанты тоже пишем, но по другим целях, причина другая, цель этих диктантов другая. Там нужно описание, не знание слов, потому что слова-то они эти знают, а их умение их правильно отразить на письме. В этом смысле мы, конечно, говорим, что вот с чего вы начали, что дети осваивают русский язык, вообще родной язык, интуитивно. То есть и Ноам Хомский писал о том, что есть врождённая языковая способность, что есть некий инструмент у каждого ребёнка, который просто подстраивается под тот язык, среди которого ребёнок воспитывается. То есть грамматики русского языка мы по существу не учим. То есть, конечно, есть грамматические нормы, которые проверяются и в девятом классе на экзамене, и на ЕГЭ в одиннадцатом классе, исправление ошибок грамматических, синтаксических, морфологических. Но в целом мы не учим, что детей не заставляем зубрить правила. Если же говорить про зубрёжку, то у нас нет таких правил, что мы заставляем детей заучивать, что если существительность стоит во множественном числе, значит, глагол тоже должен стоять во множественном числе. Это норма, учить которую никому не придёт в голову, что я иду, мы идём. Вот это согласование подлежащего и сказуемого даётся само по себе. И многое познаётся, постигается интуитивно, и даже и взрослые это не осознают. У нас многое, как я говорю всегда студентам, многое проходит мимо нашего сознания и осознания. Ребёнок, не зная о существовании морфем, может совершенно спокойно, мы говорили, когда говорили о детском языке, может совершенно нормально построить слова по тем же механизмам, как и моделям, как и строят их поэты-футуристы, строили. Ну и дальше, даже если мы смотрим на студентов и на взрослых людей, и грамотных, умеющих, изучавших русский язык даже специально, попросим разобрать предложения под членом, бывает так, что они не могут этого сделать. Но при этом построить предложение они совершенно способны. Что такое русский язык? Где подлежащее, где сказуемое? Ну, подлежащее, может быть, ещё найдут, что речь идёт о языке, поэтому язык подлежащее. А сказуемое где? Понять, что сказуемое в этом предложении что такое, не каждому дано. И не надо. И не надо. Но каждому дано построить такое предложение, потому что эти грамматические правила, они осваиваются интуитивно, как вы сказали. Вот когда мы тут затронули с вами варианты изучения иностранных языков, уже дважды практически. Интересная получается ситуация. Когда изучаешь английский язык, проще его понимать на письме. А когда ты говоришь на русском языке, как бы на родном, то тебе гораздо проще его понимать на слух, получается. В чём причина? Почему такое происходит? Это связано с законами существования языка в устной форме. Мы, товарищи, ленивые, мы хотим говорить быстро, легко, коротко, просто. И это отражается в процессе говорения. Мы изменяем звуки так, чтобы нам было быстрее и проще. Мы приспосабливаем гласные под согласные, согласные друг под друга. Действуют законы оглушения, законы озвончения, законы редукции. Это я сейчас всё страшные слова говорю, но на письме как это выглядит? Ты слышишь слово «молоко», ты слышишь «молоко», а писать ты должен «молоко». Вот в чём вся проблема. Такой проблемы не возникает, когда мы учим иностранный язык, потому что мы учим новые слова, глядя на них. Мы видим облик слова, запоминаем его, и понятие у нас связывается с этим обликом. А в родном языке другая ситуация. Ты сначала учишь это слово на слух, а потом при записи оказывается, что ты слышишь одно, а писать должен другое. И вот это как раз та проблема, с которой работают учителя русского, родного языка в наших школах, которые обучают русскому языку наших русскоговорящих детей. Тут нужно как раз перевести не так звучащие слова в те слова, которые подчиняются определённым законам в написании. И вот здесь возникают эти самые правила, что все морфемы пишутся одинаково. Корень что в сильной позиции, что в слабой, должен писаться одинаково. И почему вот эта леса, мы слышим «леса», должны писать «леса». Почему в данном контексте мы должны подобрать для слова «леса» проверочный «лес» или «лес». Это тоже вопрос такой. И вот с этим работают в наших школах. Именно из-за этого проблема обучения письменной речи так сложна. То есть по-другому учится родной язык и иностранный язык. Вот если мы говорим о сложности языка, а как его можно, эту сложность, ну или разбавить, или каким-то образом разыграть и упростить, для того, чтобы ребёнок не пугался, что ли, такой вот конструктивной мощи русского языка, когда посмотришь, и даже туда зайти-то страшновато. Потому что столько много правил, столько много учебников, и всё это нужно в бедную голову себе вбить. Как-то страшновато, правда. Ну, я думаю, что здесь не очень страшно. И вот правильно Денис Александрович сказал, этот процесс очень естественный. Мы с этой проблемой сталкиваемся в тот момент, когда начинаем учиться говорить. Я ребёнка имею в виду. Даже на этапе, когда он просто выучил буквы и начинает их собирать в слоги, он уже видит, что слог «ма» и слог «мя» даёт нам разный звук одной и той же буквы «м». И вот, кстати, многие родители делают ошибку, когда начинают учить детей буквам так, как они звучат в алфавите. Если бы мы произносили эти буквы так, то и читать мы должны были «м-а-м-а». А мы читаем «м-а-ма», вот тут как раз начинается элементарный звукобуквенный анализ. И родители, которые прям вот задачены, понимают и заинтересованы, уже тогда сами говорят об этом ребёнку. А если нет, то ребёнок интуитивно понимает, что да, звук вот здесь он твёрдый, здесь он мягкий. Для него это не проблема. А вот когда мы начинаем... То есть при чтении это не проблема. Потому что опять он запоминает слова, облик слова. А вот когда ему надо будет писать эти слова, вот тогда начинается более сложный процесс. И нужно тут добавлять как раз представление о том, что язык – это система. Это всё равно, что конструктор, в котором есть детальки. Они вот так выглядят при собирании каких-то элементов. Они вот так взаимодействуют друг с другом. Вот так можно читатель, а вот так нельзя читальщик. И вот эти пошли правила, связанные с разными нормами. Орфографическими, словообразовательными. Денис Александрович, что-то добавите? А можно вот к преподаванию русского языка каким-то образом подключить игровой момент, вовлечь ребёнка в игру, заставить его как-то попытаться распутывать? Сложный такой клубок знаний, квест какой-то из него сделать. А подскажите, вот что можно сюда привнести творческого, чтобы на самом деле разбудить интерес ребёнка? Я могу сказать, как из своей практики, работая в гимназии, что игровые уроки, которые я провожу, они вызывают интерес, отклик у детей. Игровые уроки полностью построены как игра или элементы игры. Скажем, в прошлом году на родном языке я начинал каждый урок с загадки. Дети откликались очень так хорошо на такую форму. И не только дети, кстати, и студенты, и взрослые люди. В прошлом году, к Дню славянской письменности, я проводил занятие в библиотеке, игровое занятие, посвящённое Дню славянской письменности, созданию алфавита Кириллом и Мефодием. И взрослые люди с увлечением разгадывали шифровку, написанную глаголицей, переводили её в кириллицу, отгадывали, что это за фраза такая зашифрованная. И очень так были увлечены. И даже такие простые ребусы, которые там создавал, и загадки, например, чем заканчивается рассвет и закат, буквой Т, значит, или что общего у ёжика и молока, а не сворачивается и так далее. И это вот их увлекает, и взрослые люди откликаются на такую форму работы. То есть, ну, как мне кажется, игровые моменты, они важны, чтобы показать, что это интересно, что язык – это не жиши, пиши с буквой И. Кстати, мало кто знает, почему это происходит. А самое интересное, что вот вы спросили тоже насчёт диссонанса, да, в самом начале передачи, что нет ли диссонанса. Мне кажется, диссонанса нет, потому что, я вернусь к тому вопросу, диссонанса нет, мне кажется, по той причине ещё, что у детей ещё нет должного уровня рефлексии. И они даже вот, когда учат жиши, пиши с буквой И, мало, ну, я ни разу не видел, чтобы ребёнок спросил, а почему? Или зачем? Или зачем? Ведь слышится же И, ведь логичнее писать И, и другие славянские языки пошли по тому пути, скажем, белорусский язык, польский язык пишут букву И после шипящей. И никто не спрашивает, почему, да, вот поэтому просто для них это превращается в такие скучные заучивания, что вот изучаем жиши, чаща, там, постановку знаков припинания, ещё чего-то. А вот игровые моменты, они позволяют понять, что русский язык – это не об этом. Русский язык не в этом заключается, что есть вещи, которые, ну, живы, что это живой язык, действительно, которые, ну, слова, которые формируются и образуются на наших глазах, да, их тоже нужно изучать. Я помню, в 10 классе или в 9, я уж не помню, давал для разбора слово «селфица» или что-то такое. Ну, разобрать с корнем, суффикс, окончание. И они были поражены, что такие слова тоже можно разбирать по морфемам, потому что они привыкли, что вот там молоко, кружка вот разбирают, а слово «селфица» или «спойлерить» их, оказывается, тоже можно разбирать по морфемам и говорить. И говорить можно при учителе. То есть это, на самом деле, тоже часть русского языка, хотя и звучит, может быть, несколько авангардно в данный момент, или там, например, как элемент определенной социальной культуры молодежной. Да, да. Это получается, да? Ну вот разрешите, я продолжу. Собственный опыт расскажу. Студенты рассказывают. Вот мы были в школе. Студенты, которые работают в школе. Вот мы были в школе, и ребёнок употребляет это слово «хейтить» или «мне кринжово». И вот «как мне себя вести?» спрашивают они меня. Я говорю, да с радостью хватайтесь. Это не должно быть табуированным словом. Ребёнок понимает, что это слово, скорее всего, учителю говорить не нужно. При учителе говорить не нужно. Потому что он понимает, что это то самое жаргонное образование, которое отличает его от учительской вот этой вот среды, учитель не должен понимать это слово, да? Мы друг друга этими словами опознаём, думают вот эти подростки. А я говорю, да замечательно, хватайтесь. Более того, вы давайте, вот как Денис Александрович говорит, хватайтесь за это слово, давайте разберём его по составу. А давайте другие слова из этого же ряда возьмём. А давайте вообще составим словарь школьного жаргона. Выясним, откуда они к нам пришли. Как они в нашем языке ассимилировались. Что батюшки они обросли суффиксами и стали разными частями речи. И давайте создавать. Я вот к чему веду? Это всё здорово, замечательно, классно. Любая игра классная. Но она заинтересовывает для того, чтобы потом получился какой-то продукт, связанный с языком. Продукт, который даст системное представление о языке. Потому что в школе мы формируем три ключевые компетенции на предмете русский язык. Это, собственно, лингвистическая компетенция. То есть мы должны научить детей иметь представление о языке как о системе. То есть там есть уровни, там есть единицы. Они взаимодействуют друг с другом. Есть учёные, которые разные единицы изучали. Всё это закреплено в словарях, в грамматиках и так далее. Это одна история. Вторая компетенция – коммуникативная. Ради чего мы всё это изучаем? Ради того, чтобы в нужный момент, в нужной ситуации с определёнными людьми подобрать такие языковые средства, которые принесут нам успех в коммуникации, в общении. То есть мы достигнем нашего результата. Мама отпустит нас погулять аж на два часа, ещё тысячу рублей даст в догонку. Развлекайся. То есть как подобрать такие средства, чтобы мама вам разрешила и денег дала? Это же вы суперкоммуникант, если вы сможете этого добиться. И третья компетенция – культурологическая. То есть мы должны дать представление о языке как этом неповторимом элементе нашей жизни, в котором хранится история, особенности культуры нашей и всё прочее. И вот когда мы играем в язык, мы не должны увлекаться игрой ради игры. То есть это всегда должно превращаться в какой-то продукт коммуникативный, лингвистический или культурологический. И когда вы обобщаете этот игровой момент, вы должны показать, вот благодаря этой игре мы узнали, что язык вот, вот и вот. И это знание вас обогатит, и вы на другом уровне обобщения находитесь. Вы стали умнее. И с вами теперь будет интересно разговаривать даже на узколингвистические темы, потому что вы глубоко в процессе игры разобрались в этом вопросе. А играть – это, конечно, вот правильно Денис Александрович сказал, игра – это естественное состояние. Мы взрослые люди любим играть. Нам так интереснее жить, нас и так быт угнетает, вот эта рутина угнетает, нам хочется играть. А язык предоставляет огромное количество возможностей для игры. Вот, например, тот же самый жаргон, а он есть у всех. Вот у школьников, мы сейчас сказали, есть жаргон, но и у профессионалов есть жаргон. Профессиональный жаргон, профессиональный язык, поэтому даже вот здесь. Это всё интересно, потому что это всё как конструктор. Преподавание имеет смысл вводить какие-то поэтические нормы? Мы, например, если вот математику вспомним, там, дважды двадцать четыре, три, три, там, девять, там, всё это вот на момент какой-то такого рефрена подаётся, чтобы можно было заучить. А есть такие какие-то, может быть, правила в русском языке, которые бы можно было тоже разъяснять за счёт вот того, что ты как бы подсказываешь формой, да? Используешь манимические приёмы какие-то, не манимические. Но Денис Александрович в этом мастер, он умеет сам сочинять это всё. То есть это возможно? Конечно. А проблематика тут заключается вот в чём. Не отвлекаем ли мы от довольно сложных правил, которые бы запомнить и понять нужно рационально было, к тому, что мы переводим это в игровую форму, в форму поэтическую? А нет, я думаю, что здесь, знаете, какая штука, не всё можно объяснить логически, в частности, в области орфографии. Мы сегодня с детьми осуждали, в который раз опять обсуждали, почему вот слово «сразу» пишется слитно на речи, а «сходу» и «слёту» пишется раздельно, хотя они устроены точно так же, это застывший падеж, родительный падеж с предлогом «с», да. Или там в течение пишем раздельно, в продолжении раздельно, в завершении раздельно, в довершении тоже раздельно, а в следствии слитно. И понять это невозможно, потому что это просто традиция. И поэтому вот эти все рифмовки, которые мы используем, то-либо-нибудь, чёрточку не позабудь, они у нас, они не объясняют, почему то-либо-нибудь пишется через дефис, а, например, частица «ж» пишется раздельно, хотя, по сути, это с точки зрения фонетики, это и то, и другое третье, это инклитики, так называемые, то есть слова, которые не имеют самостоятельного ударения, присоединяются к предшествующему слову. И пишутся они по-разному, и логики здесь никакой нет. Более того, вот в XIX веке была очень высокая вариативность их написания. То есть кто-то мог писать слово «же» через дефис, такое «же», кто-то раздельно, и было и так, и так правильно. Теперь у нас нормы более строгими стали. Ну, как я понимаю, вы тоже немножечко экспериментируете с тем, чтобы попытаться детей вовлечь в этот мир поэтики, поэзии. Насколько они отзывчивы? Ну, понятно, что там, где старшие школьники, там, возможно, совершенно иное понимание того, что даёт этот мир поэзии, а младшие как? Ну, с младшим у меня нет опыта такого работы. Я занимаюсь 10-й, 11-й классы у меня, и я для них сочинял сказки для как раз отработки, проверки вот таких вот правил, которые не поддаются порой логике. У меня вот такая была сказка, длинная-длинная сказка, тут сказка об Иване, дураке, о битве с чудищем на реке, а также о том, что было впоследствии, вследствие этого бедствия. И там вот эти слова были в таком концентрированном виде собраны, там больше 120 таких вот случаев написания. Вот это как раз опыт и очень интересен, а вот как некий такой тот же самый квест для того, чтобы можно было, отгадывая, вживаться в саму материю этих правил. Ну, может быть, не вживаться, а это я даю как в качестве домашнего задания, у них есть возможность порыться в интернете, а там дело в том, что не всё можно найти, и одно и то же слово, подмышка может писаться, подмышка слитно, подмышкой раздельно, а в винительном падеже подмышку там зависит от смысла, и можно написать и слитно, и раздельно, и тут интернет не поможет, словарь не поможет. И самое смешное, что эту сказку я написал два года назад, а в этом году, в начале этого учебного года, я решил её снова пройти, сам сделал две ошибки. Вот, это вопрос о том, что... Никогда не поздно учиться даже у самого себя, получается. Коль скоро мы заполучили в нашем этом эфире методисты, да, вот есть чисто методический вопрос к вам. Говорят, что многое зависит от личности педагога. Интересный человек интересен детям. Вот вообще это правда? Могут ли методики помочь человеку, ну, может быть, среднему, ну, такому, как я, да, начать говорить так, что закачаются дети? Просто потому, что методики каким-то образом концентрируют в себе знания, опыт, там, многих поколений, да, объясняют, что и как делать? Можно ли стать методикой интересным педагогом? С чего начну? Если мы говорим с вами о методике школьного обучения, ну, я опять своим студентам-филологам у нас на кафедре русского языка и литературы всегда говорю, если вы планируете идти работать в школу с детьми, вы должны любить две вещи, свой предмет, и это даже во вторую очередь. А в первую очередь вы должны любить детей. Если вы не любите детей, не любите свой предмет, вы изуродуете собственную жизнь. И что ещё страшнее, вы изуродуете представление о своём предмете и о процессе обучения в целом у своих детей. А это катастрофические последствия может иметь, потому что ребёнок приходит в школу с естественным... Вообще ребёнок рождается с естественным желанием изучать всё вокруг, он любопытен. И задача родителей и методистов превратить это любопытство в любознательность и поддерживать это состояние до всю школу, по всем предметам. Тогда эта любознательность превратится в активную позицию в отношении познания в принципе. Ну и сейчас, поскольку мы с вами живём в таком мире, где знания как таковые потеряли ценность... Ну я крамольную такую вещь говорю, я объясню, что я имею в виду. У вас в руках телефон, у вас все знания мира в руках. Нет проблемы что-то узнать. Проблема в другом. В том, как мы эти знания встраиваем в то, что мы уже имеем в своём сознании. И вот нужно помочь ребёнку в ситуации вот этого вала разных знаний, разной информации, разного текста, который на нас отовсюду. Вот радио включили текст, телевизор включили текст, книжку открыли текст, по улице идём текст. Понять, что нам нужно, для чего нам это нужно и как я это впишу в то, что я знаю. То есть вопрос сейчас другой. Не в том, чтобы знания передать, а в том, чтобы поддержать интерес к процессу познания. В том, чтобы помочь ребёнку понять, чего он хочет, и где, и как эти знания ему надстраивать для того, чтобы он был успешен в той работе, в профессии, вроде занятий, в семье, вроде работа. Научить учиться. Да, учиться и быть счастливым в этом процессе. Вот в чём сложность. Ну и, безусловно, личность педагога – это ключевой, я считаю, фактор в обучении. Потому что если педагог не горит своим предметом, он никакой не педагог. Педагог должен сам гореть. И вот этим горением он зажигает вот это самое любопытство, эту любознательность у своих детей. Если вы спросите у школьников, у вас есть любимые учителя? Они скажут, конечно, есть. А вот давайте проанализируем, каких учителей вы любите и почему. И вот нам с позиции взрослого кажется, они любят тех учителей, которые меньше требуют, которые, извините за жаргонное слово, ведутся на желание класса. Вот класс пришёл, и учитель говорит, давайте сегодня напишем диктант у нас. И дети, ой, мы не хотим, мы не готовы, мы не… Давайте в следующий раз. Давайте в следующий раз, говорит педагог. Это плохой педагог. И если дети начнут анализировать, кого они любят, то обнаружится, что они любят учителей строгих, но компетентных и горящих. Потому что компетентного человека приятно уважать. Мы хотим быть на него похожим, хотим стремиться узнать столько же, сколько он. И он нам даёт эти знания, он компетентный, и он заинтересован в том, что мы эти знания приобрели. То есть он строг к нам, он оценивает нас объективно, не потому что я любимчик, а я нет, а потому что у меня получилось или нет, потому что я постарался или нет. Именно таких педагогов любят дети, по факту. И поэтому, конечно, любой педагог, школьный тем более, должен гореть своим предметом, должен любить детей и должен зажигать вот этим светом своего предмета сознание своих школьников. Это самое важное в школе. Быть неравнодушным предметом к детям. Алена Владимировна, раскрыла нам все стороны интересного педагога секретные, поэтому теперь каждый, кто прослушал, может этому себя посвятить хотя бы частично. Но давайте предлагаю всё-таки закончить наш сегодняшний разговор на такой более-менее веселой ноте, юмор и педагогика. Вот вспоминал я, вспоминал. Честно говоря, занимательную физику вспомнил. Был отличный учебник. Занимательную химию. Даже что-то там с занимательной историей такое немножечко. Вспомнил вредный совет Остера. А вот по филологии ничего такого, может быть, я пропустил, не заметил, вот чтобы было прям читаешь и покатываешься. Так, нет? Нет, конечно, не так. Потому что есть, вот у меня перед нами лежит «Занимательная о русском языке» книга «Потихи, Розентали. Путешествие в слово» Вартаньяна и масса-масса других материалов по «Занимательной грамматике русского языка». Есть замечательные книги Татьяны Рик. «Здравствуй, дядюшка, глагол». Как вы ещё подскажете, может быть? Сейчас в голове не возникнет у меня. Как поживаешь, где и причастен. Ну, вот очень много подобного рода книг для учеников начальной школы, для среднего звена, конечно, в меньшей степени. Ну, скажем, вот мне сейчас приходит в голову ещё, я вспоминаю, книга Льва Васильевича Успенского «Слово о словах», да, которая написана, ну, там далеко, не для начальной школы, то есть там объясняется и родство языков, и современных, скажем, подобных книг, которые… Но это уже не занимательная тогда, раз она сложная. Нет, почему? Она занимательная. Занимательная для старшего класса. Нет, для средних, скажем, классов. Там написаны примеры очень простые. И для старших, скажем, это вот… Почему языки такие разные? Плунгиана книга. То есть книг таких много на самом деле. И, скажем, если говорить о занимательности, то, конечно, сейчас ещё интернет-ресурсы существуют, которые позволяют тоже занимательно говорить о русском языке, читать какие-то материалы. Ну, вот, знаете, когда посмотрел, что у вас есть странички ВКонтакте, целой группы филологов, да, где люди, педагоги, там, лингвисты обмениваются мнениями, причём это живое общение, живое слово, там, в общем, достаточно бывают и ехидные вещи, и смеются люди. Вот сам по себе, когда возникла идея создать такой ресурс? И кто к нему вообще может подключиться? Любой желающий, да? Любой желающий, да. Это группа, которая называется «Русский язык на каждый день». Эта группа возникла у меня во время пандемии, когда у нас было ограничение, часть уроков проводилась в онлайн-режиме. У меня не было возможности вести уроки в Зуме, потому что было наслоение на расписании в университете. И я решил сделать такую группу. Она так называлась «Родной язык», как и предмет, который я преподавала. Потом ограничения сняли, теперь «Родной язык» мы преподаем в обычном режиме, а группу стало жалко бросать, и я её переименовал, назвал «Русский язык на каждый день». И, в общем-то, она оправдывает название, потому что там материалы я размещаю. Вот сегодня с утра два материала появилось. А там только профессионалы участвуют? Либо участвуют ещё и дети, и родители широкого? Студенты. У меня более 900 сейчас участников. Многих я даже не знаю, кто это. Это можно подключиться совершенно свободно. И там вот мне ученики подбросили идею создания, вот сейчас у меня 11 класс, такого марафона, каждый день размещать какие-то памятки, как писать, как произносить слова. Вот такие картинки будут появляться, я думаю. Вот там задачки совершаются. Я эту группу ещё использую для себя, она мне тоже нужна и интересна, потому что я составляю Олимпиаду, и очень часто, ну вот мы составляем Олимпиаду, а что такое составление задания? Мы ожидаем какой-то ответ получить, потому что именно его мы будем оценивать как правильный. А бывает так, что я задаю вопрос, а мне дети дают другой ответ, который тоже верный. У них другая картина мира. Помните, мы с детьми разговаривали, что общего у яблока и апельсина? Я ожидал получить ответ, что это слова, которые имеют в своей основе образ помидора и апельсина, образ яблока, что помидор — это золотое яблоко, а апельсин — это яблоко китайское. А мне ребёнок ответил, форма общая, и он прав. Поэтому вот эту группу я использую таким образом, что я придумываю какое-то задание, сомневаюсь в его корректности, размещаю там, мне люди пишут комментарии, ответы на это задание, критикуют, то я имел в виду не то. И дети дают ответы. И дети дают ответы. В основном дети-то и отвечают, хотя и педагоги тоже. Ну что ж, я напомню, вопросом, можно ли сделать занимательным изучение русского языка в школе, мы сегодня задавались с педагогами, сотрудниками кафедры русского языка и литературы Юр Гуденисом Пелиховым и Аленой Тизиной. Большое спасибо вам за интересный разговор. Спасибо. Спасибо вам большое.